Мы сегодня начинаем такую новую зериную тему. Это образ единорога. И всем понятно, что это такой образ центральный для западного средневековья, который связан совсем не только с бестиарием, который во многом присутствует и в Священном Писании, в частности в Ветхом Завете мы увидим, что стало результатом латинского перевода, который взял Ветхий Завет слово со времен Святого Иеронима и его вульгатов, взял Ветхий Завет слово уникон. И само по себе вот это вот существо, оно многократно упоминается в античной литературе. Что касается истоков изображения однорогого быка, здесь я не буду профанировать материал, сошлюсь только на относительно недавнюю работу Францеско Перриатеста, который приводит несколько примеров из печатей из Массенградара и Хараппе, где появляются вот эти вот однорогие быки, которые считаются прообразами европейского единорога. И тому есть несколько подтверждений. И прежде всего это тексты, в том числе Индика Ктесия в пересказе Путиевском. И опять же, ссылаясь на исследование Тольятеста, можно это аргументировать тем, что Ктесий при дворе царя Артаксерца мог видеть какое-то подобное существо. Вот Роберт Шепард считает, что это был реальный носорог. И давайте сейчас для начала обратимся к нескольким текстам и посмотрим на некие опорные точки, на то, что мы с Анатольевной договорились называть эконометрические параметры. Эконометрические параметры – это будут совсем не только наличие одного рога во лбу, но и некая мексоморфность его формы. Вот что мы читаем в пересказе Путиевой Индика. Землеиндов – это дикие ослы. Размером они с коней даже больше. И забегая вперед, сразу спойлер, скажу, что вот этот параметр, он самый неустойчивый. А есть гигантское существо, а есть существо крошечное, наоборот, козленка. Разноцветное, с темно-синими или голубыми глазами. Рог размером с локоть. Рог этот тоже, как вы видите, разноцветный. И рог этот обладает целебной силой. Из них делают кубки. Те, кто откивал из этого рога, соответственно, не могут быть отравлены ничем. У них нет… Они не парнокопытные. То есть это осел, но с ногами коня. У них есть красивые бабки, то есть эти кости специальные, над копытом находящиеся, которые также используют. И самый для нас важный параметр, что он очень быстрый, и поймать его невозможно. То есть его можно убить, но не поймать. И второе, что он свиреп. Что когда у единорога появляются детеныши, он может копытами, рогом и зубами убить множество людей. И охотятся на него ради рогов и бабок. Правда, вот коллеги-этичники, может, мне подскажут, зачем бабки используют, непонятно. Для игры. По крайней мере, нигде мы не встречаем об этом какого-то связанного упоминания. Ну вот, собственно, Плиний, отчасти пересказывая Ктесия, отчасти говоря о собственном, видимо, визуальном опыте, уже разделяет вот это вот однорогое существо на три разных персонажа. Бос уникорнис, однорогий бык, воноцерос, как калькус греческого слова однорогий, и риноцерос, то есть существо с рогом на носу. Вот эти три цитаты, все они из восьмой книги, прошу прощения, здесь не перевела ссылку. Ктесия утверждает, что в Индии обитают однорогие быки с неразвоенными копытами. То же самое. И вот тут давайте заметим одну замечательную вещь. Рядом с этими однорогими быками с неразвоенными копытами, о которых Плиний больше ничего не говорит, появляется некая дикая животная аксис с пикнистой шкурой, как у молодого оленя. Оно нам понадобится, потому что в большом количестве случаев, в некотором количестве случаев, единороги будут пикнистены. Что, по всей видимости, является отсылкой к смешению. Вот это одно из признаков разных двух животных, упомянутых в одной плиниевой фразе. Второе и отдельное существо – это не босу, не корни, а моноцерос. Он свиреп. Он тоже в Индии. У него тело у лошади, голова оленя, ноги слона, хвост кабана. Вот этот свинячий хвост он будет нигде. Низкий голос и черный рог. И его невозможно поймать. Он свиреп и не дается в руки. Ну и, наконец, третий сюжет. Это все та же самая восьмая книга, что на римских играх, и в комментариях мы узнаем, что это, по всей видимости, игры 1955 года, на которых мог присутствовать в туплении, демонстрировался некий Риноцерос. С одним рогом на носу, и он враждебен слону. Вот это вот тема, которая тоже будет развиваться, что единорог или носорог, он спарывает брюхо слону. И, заметим, он в длину равен слону. То есть, это огромное существо. Ну и вот та же самая Франческа Амстариатеста, она цитирует несколько исследований, которые дают возможность предположить, что действительно это были реальные визуальные впечатления пления, обогащенные какой-то еще книжной информацией. И что уже из Женеца Недомициана мы знаем, что в его правлении действительно носорог демонстрировался в Риме на пилинг. Есть еще один источник. Это пересказ Ильяновой истории животных, где также фигурирует однородий зверь по имени Картасон. Это имя больше нигде не повторится. Он размером с лошадь. У него есть гриба. Внимание, она впервые здесь появляется. И у него желтая шерп. То есть, он лохмат. И мы увидим, что в определенный момент он действительно станет таким. Но шерсть это мягкая, как пух. Он очень стремительный, сильными ногами. Значит, хвост у него опять же кабаний. А вот дальше замечательно то, что рок у него неровный, а заливается кольцами. То есть, это рок, подобный дивнюю нарвала. Значит, у него теперь появляется еще и очень громкий голос. Значит, он враждебен и своим сородичам, и самкам, и людям. Он бродит уединенно. И, что важно, его за каким-то делом заставляют к королю. Где стравливают этих животных на публичных представлениях? Поймать его невозможно. Ну и, наконец, это Юлиан Салин с пересказом таким синтетическим. Всего ранее услышанного, например, все принято. Издает страшный рев с лошадиным девом, плановыми ногами, свиным хвостом. Рог сверкает осветительно. Можно убить, поймать нельзя. И он очень свиреп. Собственно, христианскую традицию должен читать некий текст, который объяснит свойство этого животного. Стоит очевидение, в какой они могут быть полезны христианскому учению. Но мы все знаем, что этот текст появляется очень рано. Появляется на рубеже 2-3 веков в Александрии. И довольно быстро, оказывается, переведен на латинский язык. И вот поскольку мы будем иметь дело с западным материалом, мы будем цитировать латинскую версию, которая нам известна по так называемому бернскому фидеологу, в миниатюре которого изображающей единорога мы это братьимся. Тут фидеолог, как правило, описывая животное, ссылается на неблесткий прецедент. И вот тут есть ссылка на 91-й псалом, которым мы сейчас займемся. Вознесется, как у единорога рок-мой. Это отсылка, естественно, в латинском переводе уже к иеронимовой вульгате. Там будет уникорнец. И что же говорит о нем физиолог? Такое свойство имеет. Небольшое животное, подобное козленку, в греческом переводе, сейчас не буду профанировать материал, но я видела второй перевод, что подобно ребенку, подобно детенышу, молчалив и кроток, но очень силен. Охотнику он не дается, у него один рог. И вот тут появляется новый момент. Это способ его изловить. До этого, как мы видели, только у Вильяна Салина есть некая краткая информация о том, что можно поймать детеныша, но нельзя поймать грошку. А вот теперь бросают перед ним девицу чистую, вариант в греческом тексте, одетую. И он устремляется к ее груди, сосет ее грудь, и его берут в царю во дворец, как мы только что видели у Мегасена. И далее следует толкование, толкование, которому предстоит предопределить очень значительный кусок, очень значительный пласт средневекового использования этого образа. Это то, что он сравним с образом спасителя, рог, которого воздвигнется в доме Давида, отца его, и сам станет рогом спасения. И девица, здесь и подавляется, и Елона, и грудь, Деви Марии, когда слово стало плотью, и обиталось на полной благодати истины. Вот это толкование вместе с всем прочитанным плинием возьмет Исидор Сивирский и в своих этимологиях будет говорить сразу же о трех существах. И есть носорог, который также называется единорогом. и значит, он борется со слоном, пронзает насквозь живот противника, а вот собственно уникорн встает единорог. Его он очень силен, его нельзя поймать, и для его поимки нужно выставить вперед юную девственницу, и вот тут заметим, снова появляется тема ее обнаженной груди, на которую он склоняет голову и полностью успокаивает. И вот дальше, давайте пока сейчас перед тем, как мы процитируем писание, посмотрим на первую собственно миниатюру, но на западе единственную иллюстрирующую рукопись латинского физиолога, это бернский физиолог каролинского времени, который, как и очень многие рукописи Реймса, Реймской библиотеки монастыря с этого времени восходит по всей видимости к существенно более раннему оригиналу и, возможно, оригиналу греческому. И сам стиль об этом свидетельствует. Так вот, здесь мы видим, что это животное абсолютно не похоже на описанные нами, на читанные нами тексты, что это такое животное скорее похоже на барашка или козленка, вполне нисколько не миксоморфное, но с одним рогом, напоминающим рог козла. И вот это изображение, где он появляется вместе с девицей, девица не обнажена, и она вовсе не преклоняет голову и не на грудь, и на колени, оно связывается с другим текстом, который нам тоже будет нужен. Это слово, это использование образа животного с одним рогом в пророчестве Дениила. И более того, это пророчество, оно имеет толкование. Это восьмая глава пророчества Дениила, но уточнил на всякий случай, что это не ведение четырех животных, четырех царств, седьмая глава, а это следующее ведение, которое уже конкретизирует судьбу одного из этих царств. Итак, я внимательно смотрел на это, то есть на вот этих четырех животных, которые потом приходят в страшные суды, и вот подошел козел по лицу всей земли. Не касаясь земли, у этого козла был видный рог между его глазами. Он шел на овна, имеющего рога, который бросился на него, значит, он поразил овна, сломил у него оба рога, что он был поражен, а дальше толкование, причем вспомним, что это толкование дает Дениилу персонаж, которого сам дионер называет архангелом Гавриилом, поскольку он слышит голос, обращенный к нему. Значит, овен, это царь медийский и персевский, а козел косматый, царь Греции, а большой рог, это первый ее цепь. То есть, он, вот это вот толкование, оно осмысляется, комментаторами очень рано, как аллюзия на Александра Македонского, значит, рог сломился, вместо него вышли другие четыре, это разделение империи на четыре царства. Вот нас здесь интересует в основном не Александр Македонский, образ козла, хотя про Александру Македонску будет тоже интересно, поскольку вот эта вот тема борьба единорога, козленка, однорогого козленка с овном, она придет в французские готические пересказы романа об Александре, где вот это животное будет уже фигурировать как аллегорическое изображение его управления, но нас интересует немножко другой материал, это образ единорога в Ветхом Завете, и вот здесь забегая немножко вперед, скажу, что мы увидим здесь именно эту вот козленка с одним рогом совершенно в обход тех античных описаний, которые нам вот-вот сильно понадобятся. Единорог, само слово уникорнус, оно используется в нескольких книгах, и прежде всего несколько раз, четыре раза в Пталтере, и один раз в книге Иова, но иллюстрации с единорогом в книге Иова у нас, к сожалению, нет, а вот с Пталтерью будет следующее. Вот это слово, которое переводит иероним как слово уникорнус, оно в Ветхом Завете звучит как рейм, и сам этот термин зоологический его идентифицируют прежде всего, есть такие две устойчивые идентификации, либо с детьми быком, либо даже с добрым, или с антилопой Орикс, почему дело в том, что антилопа Орикс сейчас теряет один рог, или он деформируется за счет стычек столкновений, и существует действительно возможность видеть однородную антилопу, но есть и совсем диковинный в сборниках современных медрашей, мы знаем, что в современных медрашах иногда встречают чудесные совершенно вещи, прелестные в плане столкований летхозаветных реалий, что это вот такой динозавр, да, вот этот вот отрывок из Иова, да, он явственно нам показывает, я здесь ссылаюсь на синодальный перевод, но вульгарте всегда будет по уникору, так сказать, захочет ли единорог, да, в новом русском переводе, это уже дики-бык, служить тебе, переночуете и уяснить твоих, можешь ли веревку привязать единорога к борозьбе, станет ли он бронит дотовое поле, понятно, что речь идет о таком-то таком существе, на котором можно пахать, да, в саутире же это существо которое может быть как абсолютно позитивным, да, так и совершенно негативным, и, ну, по всей видимости, это прием, конечно, это дики-бык, да, но посмотрим, как он, собственно, изображается в королевском столбе, посмотрим на несколько вариантов столбов, 21-й, спаси меня от пасти льва, от рогов и динорогов, избавь меня, да, эксора леонисе, а корни бус уникорниум, спаси мое смирение, да, и вот в утрихской псалтирии, напоминаю всем, что это та же рейнская школа, что и вернские физиологы, что они более или менее одновременно появляются по нынешним эзотировкам, да, эти рукописи между где-то 1815-1830-ми годами, мы видим среди вот той сложной, того сложного подхода к тексту, который принят в иллюстрации художественной птицалтирии, вот этого единорога, который предстоит целматевцу, вот он собственно сам целматевец, который возносит господу мольбы, перед ним разные аллюзии на распятие и действительно копия раннеанглийская раннего 11 века это Харлейская псалтирь, где и пасть львов, и рог единорога сохраняются как угрожающие вот этому нашему целматевству. Второй вариант каролинского же подхода к этому вопросу это тот же 21-й псалом, субботской псалтире и в штубботской псалтире мы видим, что перед нами уже совершенно другое существо. Это существо с витым рогом, это существо подобное к козленку, но гладкое, с коротким хвостом, который можно принять, но за оленей вряд ли, пусть Анатолий меня поправит, на ток животного мира, но вот эти вот хвосты кабана и хвосты свиньи, которые мы только что видели, они здесь более подходят, то есть это некий образ, который явно имеет источник иной, но и тут очевидно, что пасть львов и рог единорога, они направлены на страдающего Христа, тем более, что напомню, что отсюда же из этого 21-го столма происходит фразы разделили ризе моей себе об одежде моей металлежрегии, Боже мой, почему-то оставил меня, то есть те слова, которые сказали Христос на кресте, но мы сейчас не занимаемся вопросами иллюстрирования псалмов, это для Каролинского оттуда времени это отдельная огромная тема, а говорим об облике этого существа, если же мы вернемся к Талфире, к 28-му псалму, вот тут будет некий образ, который в синодальном переводе для нас не очень понятен, заставляет их скакать подобно Тельцу, Горливан и Сирион, подобно молодому единорогу, но вот читая Вульгату, мы видим абсолютно другой термин, который может быть более удобно понят при помощи церково-своярского перевода и сокрушит их Тельца Ливанского как возлюбленных всем единорогам. Вот Василий Великий в беседах над Салмой истолковывает это следующим образом. Во-первых, это тот Телец, который был избран заведовал служение, то есть это золотой Телец, которого сокрушает Моисей и пылью золотой от этого Тельца смешат его с водой заставляет народу эту воду пить, подобно как Телец был сокрушен, Господь сокрушит Ливан и был служителем и как возлюбленный сын единорогов. Вот что говорит по этому поводу Василий Великий, что Христос, отдавая жизнь его, подавляется агнцу, а когда нужно ему отмстить и не владычество и какую-то зверонравную и расточенную силу, тогда он назовется сыном единорогов и он ссылается на Иова, животное по силе неодолимое, которому нельзя приручить. Вот интересно, что здесь Василий Великий, как грекоязычный автор, он подчеркивает то же, что мы видели у авторов Узнеринских, его неодолимую силу, его дикость. Ну и вот этот возлюбленный как сын единорогов, он у нас в Узнеринских Псалкирь снова появляется вот в таком виде, в виде того самого козлика с одним рогом, который сокрушает вокруг себя разные пеньки. И 77-й Псалом, в синодальном переводе там совершенно иная история, избрал колено Ионовой, ворусе он, которую возлюбил и воздвиг как единорога святилище свое на земле. Здесь есть образ, который связан с вознесением рога единорогов, возвращаясь к Псалкире, мы видим, что это уже некая учительная картина с первосвященником, который толкует Писание, и рядом стоит наш козлик как подходящий образ. Ну и наконец, вот этот наиболее часто цитируемый 91-й Псалом. Мой рог ты возносишь как рог единорога. Это некая фигура речи, связанная с прославлением. И здесь псалмопевец вот он стоит, возносит хвалу, и рядом с ним как образ его собственного состояния, такой вознесенности, это же наш скромный козлик. В штук в Сапсалтире этот же текст мы снова видим проиллюстрированным нашим знакомым очень мало похожим на козлика, но слово с телом как бы коня, с раздвоенными копытами, с головой подобной ослиной, с ушами подобной ослиной и с одним рогом вот этим вот существом. Вот это однорогое существо, обладающее некой дикостью и упомянутое в Писании с точки зрения визуальной как мы читаем о Шепарда, как мы можем последить по работе, которая упомянула, в работе проантец-сотелиатреста, которая опирается на ранний средневековый итальянский материал, имеет корни, которые могут быть связаны с восточным происхождением, в частности, имеющие какие-то параллели с вещами древнеиндийскими, но тут я буду благодарна коллегам, древникам, которые смогут показать промежуточный путь между Хараппой и, к сожалению, оставшимися недоступными некими рельефами, которые Тариатет упоминает храмов и цитатами, цитатами, которые связаны с ранним средневековним в Италии, в частности, вот это такие мастры мраморные, происходящие из алтарной преграды, например, линский базилик и Шансаба начала восьмого века, то есть еще до каролинский практический образ, и вот этот одинокий образ с более или менее таким толстым товарищем с ушами напоминающими или бычь или ослины и с длинным рогом, который то волгут в носу, он может использоваться как декоративный, как фланкирующий в падухах арок, такие восходящие к раннехристианским, к еще дохристианским образом натюрморты благопожелательные, ну и вот мы видим, что здесь в Евангелии Лотаря он просто соседствует с завитком лозы, если вообще говорить о происхождении вот этих вот маргинальных, полумаргинальных изображений, они могут быть очень разнообразны, об этом есть целый ряд исследований, связанные с Реймской школой каролинской миниатюры, и источники у них могут быть следующие, это может быть, например, но могут быть какие-то ранние календарные циклы, это могут быть последние какие-то иллюстрации филолога, или других естественно-научных трактатов, до нас не дошедших. И вот теперь вот это вот существо однорогое, свирепое, имеющее то ли раздвоенные, то ли нераздвоенные копыта, телом напоминающее быка или антилопу, попадает в латинские бестиарии. Напомню, что самцы рукописи бестиариев, они первоначально появляются где-то между британскими островами и Нормандией к первой четверти 12 века. И вот практически во всех известных нам в латинских бестиариях есть два разных существа. Это тот, кто называется моноцерос, и у него, как мы здесь ссылаясь на текст обердинского бестиария, с его миниатюрой, читаем, что у него он ужасно ревет, у него тело лошади, у него ноги слона, совершенно не подтверждается картинкой, и хвост похожий на оленей, что наоборот подтверждается картинкой. Ничего более конкретного о нем нет, у него нет никакого осмысленного христианского толкования бестиарии, и текст, сопровождающий его изображение, он крайне краток. Но вот надо сказать, что ноги, подобные ногам слона, то есть ноги с пальцами, они время от времени все-таки проявляются, например, вот в этом королевийском бестиарии из британской библиотеки, это первая половина 13 века, все же остальное более или менее сохранно, кроме того, что у него есть гриба, как мы только что видели. И вот этот единорог, как очень свирепое существо, которое нельзя поймать, которое может преследовать кого-то, он приходит в древнерусское искусство, тут нельзя не свернуть немножко с нашего пути, прежде чем мы будем заниматься единорогом и девственницей, поговорить об этом моноте Россия, который фигурирует, например, в списках христианской типографии, в списках типографии Космориди Коплова, в древнерусской миниатюре, вот тут я ссылаюсь на Николая Владимировича Бутихов, который занимается теперь нерусской культурой, и фигурирует вот этот образ в виде народа преследователя, как на западе, так и на востоке, в таком важнейшем тексте притч подобном, это восточное первоначальным текстом сирийским сказание о Варламе и Асафе, ну и мы помним, что это история, связанная связываемая во многом с отголосками истории о Будде и о его наставнике, но таким исходом стареющий Асаф встретится наставляемый монахом Варламом и на запад эта легенда приходит уже к XII веку, но в частности мы ее записанной подробно видим в золотой легенде, то есть в конце XIII века, где уже появляется она потому, что цветой и Асаф оказывается в числе почитаемых цветов. Вот напомню, о чем идет речь в притч, которую рассказывает Варлам своему подопечному, царевичу индийскому и Асафу, это история о том, как некий человек бежит от страшного единорога, он преследует единорогом, это сперрарский рельвив монастеров Кампионезии раннего XIII века 1230-х годов, а вот это прошу прощения, сразу не сказала и не указала правильно, это один из порталов фармского бакистерия, это портал, которым, там три портала, и этим порталом в бакистерии входит неофит, входит точнее катехумен, еще не крещеный, но уже объявивший о своем желании креститься взрослый, ну или вносят младенца, и соответственно здесь такой наставительный декор, это большая редкость в монументальной скульптуре, потому что в Ферраре мы сейчас в Латидаре Феррарского собора мы видим просто плиту не очень большого размера, а здесь это симпан, портал 1200-го года в мастерской Фенезе Таантеллами, и так некий человек бежит от страшного единорога, заметим, что здесь в Ферраре единорог не фигурирует, его заменяют в персонификации дни и ночи, ну по всей видимости, они мастеру показались более уместными. В армии единорог его преследует, он забирается на некое дерево, и ствол этого дерева оббит кольцами тела огнедышащего дракона, и подтачивают его две мыши, но вот здесь мыши больше на себя похожи, а тут вот такие собачки, и эти мыши это день и ночь. И вот этот несчастный, сидя и понимая, что ему грозит неминуемая гибель, он видит, что пчелы, пчелиное гнездо или осиное гнездо на ветлях этого дерева, и капельки, в древнерусском варианте, в древнерусском переводе капельки мира, капельки меда, которые истекаются с ветвям, и вот он начинает их следовать, так увлекается этим делом, что забывает от той ужасной опасности, которой ему грозит. И название, одно из названий в русском варианте – притча о сладости мира сего. И вот в первом известном нам изображении в древнерусском контексте притча о сладости мира таким вот известным образом трактовано. Видим, что здесь единорог, это существо с одним рогом, но покрытое тишуей, с лапами хищника и с таким хвостом, подобным хвосту льва. А вот страшный дракон это и вовсе такой мексоморфный товарищ, напоминающий Китавраса в притче о сломоне и Китаврасе. Ну, а с огнедышим змеем, еще и пожирающим кого-то и мышами черное дело все стоит очень неплохо. И в поздних списках этой притчи о путнике единороге или притче о сладости мира сего, мы здесь видим однообразные в Псалтирях в Двухкиевской и Угольской к тому самому 91-му Псалму адресованных композициях они уже опять возвращаются к образу нашего моноцироса, но мы видим насколько он вариативен и все-таки это совсем не жесткая тема в одном случае у него хвост подобный действительно к Абаньему, а во втором хвост явно конский это тема моноцироса или единорога преследователь вот теперь мы обращаемся к теме, которую упоминает физиолог и за ним пересказывает Исидор Сивильский Эта история с детственницей мне, к сожалению, остался недоступен упомянутый францесский Тельгатерте некий индийский рельеф даже там не один рельеф а серия индийских рельефов я не желаю пропонировать материал их так слегка поискала но, к сожалению, у меня нет иллюстрации и я их не нашла совсем не ориентируясь в индийском материале но, вот будто бы опираясь на эти исследования можно сказать что это стены с обладнением которые были на телонах храмов такая вот зоофилическая тема там развивалась так это или не так сказать трудно на момент когда собственно этот же тезис об индийском происходении предназначение Михаила Муратова в своих комментариях в своем издании 1985 года в средневеку бестиарии где комментируются миниатюры бестиарии в библиотеке в Петербурге в Петербурге так вот мы будем выделять три варианта от вполне целомудренного сопредстояния до объятия и наконец уже непосредственно проникания к другим вот то сопредстояние которое мы с вами фиксировали в качестве одного из самых ранних вариантов в гернском физиологе это по сути довольно большая редко потому что кроме гернского физиолога Муратова и Триотес приводят только одну картинку кусочек мозаики пола заметьте что здесь он из базы сан-салинов ячен сэн из крипты с светскими сценами тут рядом еще борьбы вооруженное столкновение это такие ряды всегда очень смешанные и попавшийся мне на глаза в том же самом исследовании Николай Бусев образ из иллюстрации к физиологу древнерусского перевода 15 века где действительно детство не состоит как просперив руки и вот он к ней приближается такой трудно уже опознаваемый с алым рогом похожий на серого волка что же касается второго варианта когда это объятие или когда единорог ставит свое копыто или лапу на колени детство он появляется в ранних византийских псалтирах в псалтирах которые иллюстрированы маргиналиями либо в совсем поздний период иконоборчества либо сразу в пост иконоборческий период то есть в 30-х годах 9-го века и по середине 9-го века ну и вот первый вариант это Хлубовская псалтир где наш единорог обретает интересный вид петнистое существо я напоминаю петнистое петнистость в текстах упомянута только у Плиния где рядом с этим персонажем по имени Босс уникорнис появляется еще и некое существо с шкурой как у оленя и мы видим что у него лапы хищника мы нигде ни разу не читали что это существо с телом льва тем не менее здесь у него лапа и хвост льва что может быть аллюзией о чем ряд исследователей под вопросом в том числе вот исследователи берегисты к которым мы уже обращались еще обратимся Марилия Клятко-Донер которая эту тему единорога в таком эротическом плане будет рассматривать в ходе своих исследований о земле кормилицы так вот рядом с плиниевым текстом о быке с одним рогом там есть описание живущего в Индии существа по имени Мантикора с телом льва так что может быть мы этим обязаны комбинированного упростения всего пленивого отрывка и соединение в одно заметим что девственница здесь во-первых полностью одета во-вторых у нее в руках некий сосуд в-третьих она не обнажает свою грусть она поднимает руку к мордине единорога и еще два варианта которые будут почти современные нашему нашей кузовской псалтере это будет псалтер пателадоры и афонская псалтер девятого века и если значит в одном случае давайте посмотрим что в афонской псалтере грудь единицы обнажена и единорог уже непосредственно к ней припадает как физиологи и как у Сидора Селинского то в втором случае в псалтере теодоры мы впервые видим аллюзию на богоматерь поскольку как мы читаем физиологи единорог изображает спасителя который воплотился от девы Марии и упокоился в ее чреве и в момент воплощения и вот это млекопитание оно связывается лекарь когда она известна нам уже эфигурирующая у нас в семинаре темой земли кормилицы темой которая на западе будет очень быстро истолкована как тема обстенная перейдет в изображение луксурии как мы в прошлый раз видели на материале с ее ногой богиней но действительно в целом ряде миниатюр я привожу одно из них это свитки пасхальные свитки экзольтер где упоминается ликующая земля появляется вот этот образ земли млекопитательницы и появляются капутные которые пропадают к ее груди на самом деле там же в этом же ряду будут фигурировать не только копытные но и например змеи но так или иначе параллельник присутствует интересно что вот эта вот тема персонаж антропоморфный с евинорогом она уже очень рано уже к третьей четверти 12 века является совершенно неожиданным контекстом потому что в южной Италии в мозаиках пола собора Вотранто ну помнят что это огромная площадь занимающая центральный нэп мозаик которые устроены в виде такого древа и поэтому одна из интерпретаций это древо восхождения но так или иначе вот этот персонаж он явно мужчина более того он явно монах с танзурой и местные исследователи в частности Марсел Миньоция который занимался этим ансамблем и процесс триатеста уже цитированной на работе они считают что судя по тому что эта работа постесная что здесь есть некое имя правда не в этом прямо медальоне цитированное но неподалеку брата Пантелеона что возможно это такой рот автопортрета с образом который уже к 12 веку становится образом целомудрия образом связанным с девственностью ну и соответственно монаху приличествующим но повторяю доказать это как-то доказательно этому подойти очень трудно по крайней мере картинка такая есть ну и наконец вот это вот очевидная параллель с Богоматерью и воплощением Христа она в древнерусском материале весьма целомудренно лишится изображения девы девой станет сама Богоматерь и вся эта тема объятия и нахождения рядом она исчезнет заменившись вслед за напомню вот таким вот образом уже на среднем грандейском медальоном со знаменем и присутствием одного единственного единорога с хвостом коня и витым народом теперь уже следующий момент это единорог с девственницей в западном материале я сознательно отранта поместила восточный материал поскольку это такая полугреческая территория и сам этот брат носит совершенно не типичное для запада греческое имя что касается интерпретации латинских текстов бестиария они будут достаточно единообразны ну вот мы приверем здесь несколько примеров причем не только бестиарий но и более позднего текста латин учителя Данте с его книги сокровищ где подчеркиваются следующие параметры это неукротимый свирепый нрав это новшество малый размер размером с козленка помните откуда это из физиолога и способ ловли привод девственницы и взаимодействия только один из них Пьер Добаве добавляет что такой випит Христос небесный единорог сошедший все его девы вот этот Христос небесный единорог нам очень понадобится как позже будем говорить о поздней иконографии благовещения которая будет выглядеть как ловли единорога в изображении наше животное более или менее унифицируется оно становится действительно небольшим вот это очень ранняя штука это довольно большая редкость рук вестиария начало 12 века из британской библиотеки это небольшое животное оно копытное как правило как правило копыты его раздвоены хвост у него такой невнятный скорее напоминающий ослиный и один рог во лбу оно разными способами взаимодействует с этой девицей и одновременно двоубил поскольку отписывается охота на единорога и правда мы ни разу не увидим что в ранних текстах бестиария в 12-13 веке чтобы речь шла о том что с ним потом делают убившие добывают его рог или как-то его используют но он в стихотворном бестиарии Филиппа Танского это старо-французский уже текст и я его привожу в переводе Накушевича он соответственно сдается Деве и он там поцелует он целует ее в грузь и как мы видим например здесь в этом бестиарии в библиотеке из Оксфорда где Дева обнажает грузь для 12-ти ветка это уже очень однозначный и филипп Танский прямо указывает что дверь означает Христа Дева привязанная к дереву это сама богоматия ну и вот таких вариантов в общем будет достаточно много мы тут лишены возможности говорить о том что цвет что-то значит потому потому что во всех английских ранних готических вещах романа готических по сути вещах с колоритом ну дело выше степени условно вот здесь он ярко синий иногда он белый большой закономерности особенных нет ну и наконец вот эту вот тему да единорог бестиарии и его роль в готическом искусстве конечно венчает знаменитый известный комментарий Марка Пола о том что здесь водятся дети слоны единороги что у них шерсть как у буйвола ноги слона посадилба толстый черный рог кусают они языком на языке у них колючки значит не похоже они на то как их ответят не станут они поддаваться девственнице вовсе не то что у нас о них рассказывают совсем они не похожи на те кого он мог видеть в родной Венеции и скорее всего Марка Пола был интересен тем что он видит настоящего носорога по дороге в Индию и вкладывайте на Устану Суматра и вот теперь мы поговорим о способах взаимодействия этого явно мексоморфного но совершенно потерявшего единообразия существа с изображением девственницы перейдем к следующему моменту это изображение единорога в сцене благовещения дело в том что изображение благовещения с участием охотника единорога прообразующих воплощения связано с вполне определенным текстом мы только что процитировали слова Тьера Дебаве о небесном единороге который сходит в срево девы а вот сейчас посмотрим на еще один текст это текст в высшей степени распространенный очень значительно повлиявший на иконогрессию это медитации о жизни Христа о жизни Христа так называемого все дубанавентуры это францисканец звали его скорее всего Иоанна Каулибус который пишет своей духовной дочери и вот он ей объясняет как служит в той или иной евангельской теме это такой очень влиятельный текст дегионерский одновременно побуждающий к духовному упражнению к опыту представления себя как бы внутри евангельского события вставить каждую евангельскую сцену говорит пойди помоги Марине посмотри как она молодая испугана а теперь стой перед распятием стой смотри не отворачивайся так распяли твоего Господа в каждой сцене он стремится чтобы молящийся и читающий участвовал в этом деле но вот надо сказать что в одном случае допускается большое исключение именно к благовещению благовещение предшествует огромная преамбула преамбула связанная с советно аллегорического содержания текстом когда милость и истина воплощенные они начинают спорить и спорят они перед лицом Господа но напоминаю что здесь конечно речь идет об исполковании фразы 84-го псалма милость и истина встретятся правда и мир облаблужаются истина возникнет к земле и правда проник и смелее и так понимаешь что милость за милосердия к человеческому роду а истина за справедливость и они никак не могут договориться одна побуждает Господа спасти мир другая говорит что мир этого не заслуживает и вот все кончается тем что сын та часть троицы одна из частей троицы одна из вопастей троицы оказывается чувствительник их спору и сын соглашается создать лекарство от греха и воплотиться от дела и вот эти вот милости истина которые встретятся и облабываются они появляются в иконографии благовещения относящиеся к как правило южно-немецким территориям известно что после Италии самый восприимчивый к францисканской доктрине к францисканским практикам оказывается Германия где францисканцы сразу же получают огромное влияние и вот что мы собственно видим всякий раз Богоматерь изображена не просто как дева подманивающая единорога она изображена в окружении тех эпитетов которые вошли в литонию Богоматери которые происходят еще из текста литонии написан Дернаром Кверовским это там и запертый сад запечатанный источник башня Давидова жезла аронов и так далее и тому подобное ударь небесный и в этот вот запертый сад врывается егель в лице архангела Гавриила он трубит свой рожок у него из рожка авы-мария значит изливается но почему мы говорили о милости истины у него свора состоит из четырех собак это милость истина правда и нет и они своим своей силой гонят единорога который есть Христос прямо на лоно Девы Марии а тут все подписано чтобы никакого сомнения не было ни корни есть еще один такой вариант из Мерзебурга где все совсем это происходит в таком роскошном пейзаже прямо это уже дюрерского времени вещь и так вот эта вот тема она обретает некое совершенно однозначное уже приложение в таких может быть познеграфических все-таки вещах потому что ренессенс не назовешь никак и некие отголоски популярности этой темы они и в малых формах появляются так например у Лохнеровской раннего 15 века Мадонны в беседке из-заосов я ввожу увеличенный фрагмент на фибуле которая соединяет полу-иеныховой накидки жемчужинами выложен единорог на коленях Девы проникновение этого образа в светскую живопись местиарий мы по понятным причинам не можем назвать светской рукописью это не совсем так это рукопись предназначенная для светского читателя но все-таки имеющая неустовительный характер в христианском духе а вот собственно светское приложение этой темы это уже узел 15 века когда он в общем стойко становится атрибутом девственницы атрибутом который указывает консортом который указывает на невинность на сломудрие на женские добродетели причем если в одном случае это будет именно указание на девственность на такой статус добродетели девицы как у Пизанелла в этой медали Чичили и Гонзада она девушка на выдание то например 20 годами позже в знаменитом портрете Кирдова Франчерка это уже атрибут молодой супруги Батиста Сфорца на обороте портрета помните там два триумфа и сам Федерико высадает на колеснице которые увлекут белые кони а вот молодая его жена Батиста Сфорца она уже в окружении добродетелей разъезжает на вот таких бурых единорогах с большими гривами с явно оленьими телами и коротенькими холостами правят этими единорогами Амур она понятно что совсем не девица а добродетельная мужная жена и здесь вот эта вот формула любовь и сломудрия она совсем не одинока в искусстве раннего ренессанса потому что вот эта вот тема Амур и единороги она будет разрабатываться параллельно с такими исключительными случаями когда это портрет часть программы портрета была программа Кассони программа свадебных сундуков где например вот такая тоже очень ранняя вещь совершенно современное время когда работа Кироглова Франчатка это триумф трех этапов человеческой жизни это сломудрия любовь и смерть которая всем будет владеть но вот тут среди всяких подходящих Амур выступает как персонаж совсем неположительный с завязанными глазами на его колеснице играют обезьяны а вот сломудрия это дева с мертвовой верхней рядом с ней связанный уже Амур покоренный и едет она на таких же косматых оленеподобных единорогах ну еще один пример когда у либеральда Верона это уже попозже существенно любовь и сломудрия они и вступают в единоборство и дополняют друг друга потому что опять же Амур сразу здесь с завязанными глазами представлен а сломудрия на белых единорогах что касается напрашивающей системы рафаэльевского портрета я здесь опять же не буду профанировать ренессансный материал просто напомню что этот портрет переписан сильно и судя по его исследованиям в том числе с просвечиванием прекрасными лучами рафаэль писал верхнюю часть и дама на портрете была существенно старше а после уже переписывания во-первых и она очень помолодела и вместо собачки у нее в руках появился такой вот миниатюрный карликовый единорог и тут есть несколько вариантов это могут портрет Мадалины Строци в последствии Мадалины Дони в замужестве которую Рафаэль перед этим портретировал либо же Джулии Форнезе с указанием на то что единорог входит в герку и семей но так или иначе поскольку это безымянная для нас вещь единорог здесь может быть героическим то что может указать на целомудрие ну и вот этот образ единорога как спутника целомудренной девы или добродетельной Матроны он доживает до высокого ренессанса и в ломбардской живости 16 века появляется такая совершенно парадоксальная вещь источники ее мы попробуем ну по крайней мере в источниках попробуем сделать предположение это образ латизный где представлена сестра Юстина мученица сохранившая девство и некий донатор который не обращается с молитвой там есть конкретный случай конкретная ситуация которая побуждает его обратиться к этой святой в качестве ее консорта подобного гораздо более популярному азмцу святой Агнессы тоже мученице тоже девице выступает именно единорог ну и наконец в современном фактически рассмотренном нами материалу до 1500 годов цикле который я не буду сейчас подробно показывать потому что все его знают очень хорошо да с единорогом мы помним что этот цикл связан с неким семейством и здесь единорог и лев они становятся спутниками дамы во всех шести полерах и чувствах и вот в этой посвятительной полере где дама передает люцарю свое ожерелье и находится она в такой стеремониальном шатре на котором написано здесь речь идет о единороге который уже тоже в высшей степени обобщенно указывает на идет соломудри как лев на благородь ну и совсем последнее это перевернутый по смыслу образ который возникает в бестиаре любви здесь единорог не указывает на невинность и соломудри его не привлекает добродетель единорог это влюбленный охваченный возделением и давайте вспомним что уже к началу 13 века текст бестиария который базируется на нескольких источниках на традиционной физиологии и на институте севильском на их пересказах древних авторов он пересказывается на национальных языках в ином ключе в ключе куртуазном это как правило стихотворное но не обязательно но вот тем более шампания у него появляется стихотворный текст где говорится что я подобен единорогу который в восхищении смотрит как шествует девушка и влечет сильнейшая тяга и Ришарда Фурниваль переведен на самом деле даже шампань переводился я стражу как единорог я пленен как единорог которого усыпляет аромат исходящий от детственницы его природа такова что его трудно изловить его опять же привлекает аромат он становится смирением и рассудительные охотники помещают девственницы на его пути единорог засыпает положив голову на лоно что теперь происходит с ним тем же манером и любовь отомстила мне я был гордецом казалось никогда не видел женщины которая мне хотелось бы даже просто получить распоряжение а не полюбить любой же боже из числа рассудительных охотников поместила на моем пути девственники прессии оказался усыплен и умер таковой смертью которая свойственна любви это общение любви я был принят посредством обоняния и держит на нас этой помощи до сих пор вину посмотрим могло ли как-то отразиться на иконографии вот это обстоятельство что в бестиаре любви все-таки речь идет о чем-то другом могло потому что перед нами уже не просто девственница а девственница с определенным атрибутом это зеркало если мы вспомним наш разговор о русалках о Рампин про Раул и о судьбе двухвостых русалок в дальнейшем мы вспомним что уже к 13 веку и у них в руках появляются зеркальца которые вообще ассоциируются с куртуазным времяпредпровождением и сама эта тема персонажа с женского зеркалом она восходит в туалет Венеры местному нам по Риму в числе по прескану мистерий поэтому здесь очевидно перед нами сцена светская ну а то что стало с единорогом можно уже дальше не комментировать потому что он обрался шерстью и явно стал смешиваться с тем самым козленком или которого мы с вами видели в романе об Александре в этом же время только рог у него другой витой и вытянутый и вот этот рог который как мы помним согласно к фессию его пересказу обеззараживает воду он попадает в еще одну куртуозную сцену это серия шпалер которые сейчас хранятся митрополитами которые принадлежали аквитанскому семейству Ларошуко и находились в замке в Ангуляме и связывались с наследством с темой свадебной то есть это была либо свадьба кого-то из Ларошуко либо же это была свадьба королевская потому что еще одна версия принадлежности этой темы это брак Анны Бретонской с королем Лугольников в XII соответственно здесь ловля единорога это тоже тема любовная ну и наконец последняя спросить не могла удержаться это тема обрушения иллюзий она происходит несколько раз и в разной степени болезненности во-первых все помнят что Юра никогда не видел носорога и вот этого вот несчастного носорога которого привезли в гостабон чтобы потом переправить по двору папу XII и Джованни Медич который был очень любопытен ему годом или двумя раньше доставили белого слона и вот он захотел иметь одну декорину ко двору этому он не попал а поскольку судно затонуло и вот Дюрер заинтересовавшись этой темой он читает мислое письмо в котором находится зарисовка до нас это письмо не дошло у нас есть распоряжение только вот этот очень простой целографический вариант к стихотворению написанному итальянскому поэтам Джанжак речь идет о вполне конкретных впечатлениях визуальных но замечательно что и вот этот вот купец Валентин Фернандес он говорит о единоборстве со слоном и о вспарывании брюха о чем мы читали еще ухтесия и надо сказать что вот эти все истории с привозом носорога неудавшимся они повлияют даже на Рафаэля который вскоре после вот всей этой эскопады населяет в ватиканских галереях сцену сотворения животных даже несколькими изображениями разных единорогов ну и наконец совсем последний кадр который могла не поделиться с окружающим миром это поддельные единороги которые попали в собрание декори в такие коллекции которые было принято формировать но тут уже в 15 веке во времена босха мы знаем кое-что о вундеркамерах но расцвет вундеркамерах конечно 17 особенно 18 век когда вот например такой классификатор немецкий вот вангерике делает составляет скелет единорога из останков копаемых дальше скидывается дорога и часть черепа мамонта и присоединяет к ним рог нарвала и вот он до сих пор находится в осно-брюкском зоопарке вот это вот зарисовка это зарисовка опять же сделанной попытки соединить костяк эллахматерия с рогом нарвала вот примерно такая судьба у нашего героя и мы понимаем что он путь проделал значительный спасибо внимание если есть вопросы я попробую на них ответить Анна Владимировна у меня два вопроса первое вот собственно то на чем закончили Рафаэль единорог в сцене строения животных а не иллюстрирует ли это еврейский апокриф связанный с тем что единорог жил в садах Эдема вместе с Адамом и Евой и когда Господь знал Адама и Еву он как бы единорог предложил либо ты остаешься здесь в райских кущах либо ходишь с людьми скорее всего скорее всего нет потому что все таки они они ну по крайней мере я не знаю их влияние на сенств творение мира надо посмотреть какого времени сметраж мне не приходилось об этом читать я не могу сказать однозначно что нет но читать мне об этом не приходилось то что например есть единороги в ковчеге в сцене ноево ковчега тоже есть так что именно в 16 веке у меня вопрос связанный как раз с куртуазной поэзией и с тем что действительно появляется точнее совмещается вот эта вот телесность потому что девственница начинает благоухать благоухать каким-то особым образом тем самым привлекая к себе возлюбленного насколько здесь мы можем провести параллель с ароматом девственницы куртуазной или возлюбленной куртуазной и тем ароматом божественного сакрального Девы Марии мира вот всего что в какой-то мере связано с вот такой женской сакральной частью предыдущих столетий изображений и понимания спасибо спасибо за вопрос я думаю что все на самом деле обстоит немножко ну более прямолинейно вот когда мы читаем в физиологии что вот он видит девственницу и успокаивается дальше деву чистую перед ним бросают там про запахи в таких вот текстах довольно много всего в частности например в том же самом физиологе прошу прощения у Сидора Сивильского есть о пантере о том что она искачает такое благовоние у нее такое благовонное дыхание потом придет в бестиарии что благодаря этому благовонному дыханию она привлекает всех животных тут никакой эротики нет одни одни животные я думаю что это такой общий момент потому что я ни разу не видела не читала ни в одном может быть коллеги сейчас подскажут о благоухании Девы Марии которая привлекает к благоуханиям девцам я сейчас не вспомнила вот именно конкретная такая вещь связанная с привлекательностью запаха с ароматом может быть сравнение с цветами да ну как там мы знаем сейчас песни песни и потом роза без шуков появляется ну а потом все-таки благоухание розы это роман о розе опять это куртуазная тема не могу с уверенностью сказать что она имеет серьезный параллель с сакральным у Данте райская роза не благоухает у него там все в этом смысле человеческого мудра она прекрасна да он подробно описывает как она выглядит кто там в какой-либо сидит но ничего никаких запах не слышит вот как-то так ну про Диву Марию добрый вечер про Диву Марию говорится ну опять же это как про цветок что она благоуханная лилия но это все опять же такой метафорический ряд а где где говорится что она благоуханная лилия ну по-моему это в акафисте но это вообще в многочисленных молитвенных текстах по-моему это в акафисте богородицы я вот сейчас вот не поручусь но для начала надо прочесать акафисте понимаете как тут все-таки нужен латинский материал потому что ну я не могу вспомнить в латинских текстах до нее до матери есть упоминания цветов но нет про благоухание но я могу еще нет но я естественно опираюсь в данном случае на греческую традицию да но вот в греческой традиции мы видим что есть эта тема и даже в ней есть какие-то элементы связанные там с обнаженностью но редко вот в неранних памятниках потом вообще девушка исчезает и появляется икона богоматери по моим впечатлениям вот латинское восприятие богоматери было гораздо более эротизировано чем византийское и вот как раз связано вот с восприятием прекрасной дамы вот этим всем но может быть да но только послушаем что позже а во-вторых ну как позже 12-13 века куртуазная версия именно почитание богоматери да это мы уже знаете есть такое было исследование замечательно одного пушкиниста я сейчас не вспомню его фамилию она у меня есть что рыцарь бедный да это непосредательный образ в который входит и несомненно известный бывший известным Александру Сергеевичу Домиару Кверловску да потому что путешествуя в Женеву на дороге у креста да видимо Мария Дева Матерь Господа креста это действительно да Бернард Кверловский идет до Женевского озера да там он не видит его красот и более того да у Бернарда Кверловского было видение которое изобразили только в 17 веке Богоматерь брызнула ему уставло и молоко да и поэтому а это же даже по-моему какой-то иконографический сюжет такой есть контрреформации это есть да но это не раньше конца 16 начала 17 века средневековая картинка она отсутствует на эту тему ну по крайней мере вот да я их не сказала но они мне остались неизвестны вот поэтому я думаю что вот все эти такие несколько рискованные эротические сближения да это удел более поздний и для 12-13 лет для 12-го да для вот эмбрийской мистики она вся эротика она ну когда сам мистик играет женскую роль мистик сливает под Христом да не важно какого он пола и так будет до там перезависты а вот такие вот аллюзии на богоматерь эротические их мало да ну вот то о чем я рассказала и по сути не знаю буду рада если будет кто-нибудь пример вся вот эта вот сила да таких чувственных переживаний она связана с Христом а мистик призывает Христа да там помнит святой Терезы да но перед этим то есть ну это не только Терезы Хуангеля Крукс а есть такая Антянджело из Фолиньо да 14 век есть тот самый Франциск да и Кахон Гетоди да который ну это невероятно такие насыщенные чувством секции да но они если он был прабогоматерь то она стояла у креста да там обливаясь слезами или наоборот стояла у если и рад ну либо Долороза да либо Специоза да уже два было а разве само наименование богоматери Нотр-Дам такое куртуазное не говорит о смешении вот богоматери и почитаемой дамы я боюсь эту тему профанировать она должна ну вот то что мы знаем из таких текстов например вот есть сборник чудес богоматери Датвейда Куан-Сю да это поздний 13 век и из него ну например его читал Анатоль Франц да и оттуда излег сюжет для трубануру богоматери который там брат который ничего не умел и перед ней демонстрировал свои изанглевские фокусы и все были сразу возмущены пока не увидели что статуя сошла на землю и полой своего синего плаща утирает его пол это все вот богоматери это заступница там нет ну нет эротической темы да она приходит на помощь она прогоняет дьявола она может очень решительно действовать да но хорошо бы тогда найти именно какую-то какой-то текст да что вот например он решил служить богоматери как стать ее рыцарем да вот один один человек Бернард Лервосский который сказал я Беата Мария Капелланус да я Капеллан блаженной Марии опять же да он не говорит я ее рыцарь да он уже духовное лицо ну вот поэтому как позвольте тогда как бы мой комментарий спасибо то идем в начало да вот что касается Махенджудар нет ли это единорог да почему потому что Махенджудар вот нужно привести огромный корпус этих печатей собственно изображают рога в так называемой технике скрученной перспективы известны нам еще с палеолита только в том случае когда не совсем понятен вид животного да если изображают соответственно рога в профиле когда может быть понятен вид животного вот мы получаем эти нарок ибо собственно да вот актессия описывает что действительно мог быть в Персии этот дверек то что он описывает бабки так ну это понятно да так что считает бабкой да там как бы различные вариации да это могут быть соответственно ранные кости да вот копытного сустава и первый сустав но это все что собственно используется для этих игр существовали в разных культурах практически повсеместно да где только мы их не играли да собственно я не знаю вот тут конечно надеюсь на помощь Эры Георгиевны да вот в античных источниках описания единорога да то есть причиняем того что привела Анна Владимировна да вот единственное что пришло мне на ум еще два таких воспоминания которые скорее всего опять же будут находиться в сфере вот этих вот таких полуфантазийных упоминаний да это вот ссылка на истотеля да что это однорогие индийские слоны якобы были да тоже непонятно да и как ни странно цезарь записки о Гальской войне да однорогового оленя пишет и так далее надо сказать что этот образ да вот напомню вам известную схемку с которым мы уже работали да вот он что античность не знаю да надеюсь может Георгина подскажет Геннадий подскажет а вот собственно Недоевний Восток нам этого не дает да есть только вот собственно где-то уже на территории Дальнего Востока какие-то отдельные элементы единорожья могут существовать в разных вариантах с Элине да но с другой стороны тут вот вам как раз если Анна Владимировна вам показывала соответственно подделку а вот вам настоящий они были никто их не подделал да это вот знаменитый велосмотрение причем вот сейчас порой из памяти да как бы восстановила зону их обитания она действительно очень широкая да это вот собственно животное крестоцена 30 тысяч померло лет назад но ряд шведских исследователей полагает что собственно дожили они в Западной Европе перевалив собственно это рубеж отечности среди веков это близкий родственник шерстистого носорога но в отличие от шерстистого носорога у него как раз собственно как и показывает его остатки у него один рук такое дело что собственно он сильно был крупный ноги как у слона и так далее да вот судя по конструкции самое интересное да вот опять же если вернуться к его зоне обитания да украин по уже придурали сибирь казахстан китай да мы здесь как раз начинаем сталкиваться с очень интересной ситуацией да это вот то что топоров пытаясь да проанализировать слово индрик почему собственно я прицепилась к этому индрику ибо если помните очень часто индрик интерполируется как русский единорог да собственно вот вам изображение да вот этих вот единорогов на пляжках да с надписью индрик зри вот как как раз полагает топоров да это то что мне как бы пришло на ум что собственно да это как бы разные пути сложения вот этого единорога западноевропейской традиции истоки которые мы не знаем да и нашей фольклорной действительно да вот кто полагает что это мамонт ну на мой взгляд это все-таки скорее всего смесь мамонта и лос-мотея потому что естественно находя эти останки в земле не палеонтологи да не могли точно не статифицировать кто же этот персонаж да а собственно этот индрик имеет как раз очень важное бытование да это вот и бык земли и соответственно да где мы только не стоите мы этого ханты манси да это земля олень-самец так его называют у селькупах это может быть рыба мамонт да у кельта если я правильно помню называю мамонт щука да вот ивенки соотносят мамонта с определением обозначающим ящер в общем короче это такое вот очень трех или двух природное существо да вот мамонт индрик да ну а дальше интересно то что собственно этот индрик живет за морем океаном да он ходит по подземелью это собственно описание я беру из глубинной книги да они присутствуют также в озбуковнике да ну собственно глубинная книга и озбуковник как раз берут многое с физиолога да вот из-за сборника Святослава тысячи семистоятого тысячи семистоятого года вот и соответственно да вот этот послословный зверь как его продолжает описывать да вот собственно слова Брагоза и Кефрона да то что всем зверям отец да живет на святой горе ест пьет из синего моря да никому никакой не делает и так далее да и вот интересно да вот как соединяется может быть вот этот словесный портрет этого индейка да и здесь действительно скорее всего очень такое сложное наложение традиций да парклерный как я уже сказала да вот письменные источники византийские латинские известные нам по изосборникам да и очень популярен да потому что то что мы смотрим с вами это предметы 17-18 века предметы достаточно обиходные да это либо паяшки с нашим единорогом чернилицы да есть причем самое интересное вот как в этих обиходных вещах до 17-18 века да вот этот индейк побеждает дракона да вот боится со львом да либо как мне кажется еще одна такая интересная сцена которая мотив скользнул в сообщении Анна Владимировна да это лев единорог удаева жизни да становясь таким действительно достаточно часто популярным мотивом ну собственно как мы уже когда послали подняли эту тему да вот для этой темы мы нашли да какие-то достаточно точные древневосточные прототипы да вот наш известный побелсак затем описание да вот эпокалиптической саранчи да и вот этот соответственно китовраз он же китовраз в этот же момент популярный вот этих поясных пуляшках 17-18 века интересно то что собственно в деталях национальных костюмов хамп и манса да мы тоже как раз видим как китовраза так и соответственно единорога ну и следующий наш персонаж да это птица вот так что на самом деле могли быть это я к тому что наши пытались соотнести то что действительно в природе бывают животные с одним рогом в результате того что рог второй поломан в результате битвы и так далее ну а Владимир как раз знает эту литературу но было на самом деле в результате да вот этой фольклевной традиции потому что естественно это связано с обилием ископаемых находок да вот как соответственно мамонта да так вот этого аллосматерия считается же да фольклевной традицией вплоть до этого вплоть до сегодняшнего времени да вот уральских народов да что собственно он хозяин подземного мира он хозяин ночи но являются какие-то определенные дни и периоды нацелетой и светлого времени что пришло в голову такие интересные добавления где этот тесток да действительно он может быть очень такой многообразный там многовектор может быть связан с раскопками с находками вот этих останков он может быть связан с этим описанием так как тесси затем подобное будет что выдали да у дюрера присутствовать да вот такой диковин ну во всяком случае было что-то изобразительное пока не попадалось ну вот я сейчас прогнала по корпусу по корпусу текстов этого именно единорога да не носорога единорога и это Ильяна которым говорилось септуагинта и вот тут кажется сейчас у демосфи у плутарха какое-то упоминание но только надо понять к чему биография периква только какое-то знамение связанное с единорогом надо внимательно посмотреть ну все тут в общем на все вместе с септуагинта 15 15 вспоминаний этих единорогов ну на септуагинта 5 а? на септуагинта 5 наверное да на 4 псалтирия и 1 в иове а сейчас я вам скажу псалмы в псалмах только 4 да там 4 да да потом значит числа тут 2 и еще 2 и иов наверное да да книга иова и вот значит получается из 15 8 в септуагинте в географии Страбона какие-то кони кони однорогие с головой оленя упоминается у Страбона вот в биографии Перикла ну и Уильяна вот ну вот может Перикла было бы интересно но это единственное все тут больше ничего нету в общем не распространенный персонаж совершенно ояльного и неояльного но это видно было не столь популярно относясь к пространству диковин не было определено в какие-то определенные формальные категории экономические признаки и так далее да это совершенно два разных пункта западноевропейской традиции то что мы наблюдаем вот этих индейков тоже иногда ну так же как китаврас называют кинтавар хотя абсолютно кинтавар я смотрел еще с точки зрения того да что вот как мы с вами уже неоднократно замечали огромную пользу для нас приносят описания созвездия да вот и так далее когда появляется описание созвездия единорога присутствует амали в катастроизмах да есть ли эти описания вавилоно-сирийской традиции абсолютно появление опять же созвездия единорога это гораздо более поздно традиции ну вот вот текст который связан с Периклом это знамение некое да тут говорится его богобоязненности и такому трепетному отношению к разным необычным внушающим опасения явлениям что ему вот тут приносит однород однород как бы однород голову барашка да и это вызывает трепет но ему мантис объясняет что это все пред предвосхищает политическую борьбу и останется в городе только один да один правитель вот то есть в общем это относится да к чему-то чудесному противоестественному встречающемуся в жизни но не связанному с мифологическими персонажами никаким никоим образом да а может быть такое что это действительно как бы жертву есть же генетические сбои да большее количество рогов один рук и так далее нет ну тут в общем как бы появилось вот такое чудо да его принесли и его надо было как-то истолковывать но и генетические сбои ничего об этом не знали ну это понятно да нет потому что это могло быть действительно происходить в реальности потому что мы знаем обнорогих животных и так далее да но это не стало каким-то общим таким местом нет нет тут именно какой-то вот выбивающийся из общего ряда явления которое надо было истолковать как божественную волю вот ему проинтерпретировали но больше никаких единорогов вот в античном корпусе нету да то есть такого персонажа не среди каких-то редких нет совершенно значит получается что они это вытащили из восточных изображений да где-то вот на уровне уже проиллюстрирование фигеолога я не могу сказать что это восточное изображение потому что на востоке вот ну нету этого да вот ни в созвездиях ни в катастроизмах да и катастроизмы тоже важны для того чтобы собственно с помощью катастроизмов пытаются да вот как-то обосновать вождение еврейская культура вот этих древневосточных зодиакальных персонажей да там этого нет я думаю что это стоящее вот действительно вот рассказы о диковинном начавшиеся как я уже говорила стесия да потому что собственно и Аристотель да повторяет и тут безусловно огромную роль играет это Аристотель это обнороги индийские слоны аристотель кстати я не вижу здесь в результатах вот цезарь в записках о Гальской войне ну вот сейчас этот поисковик у меня только по греческому корпусу поэтому это был диковинно собственно так же как Целинь в Китае может быть обнороги а может быть наоборот многороги и так далее да вот где исток этого который обратите внимание да как бы выставили сразу в две стороны безусловно вполне возможно что западноевропейская избранительная традиция повлияла на оформление образа индийка другое дело да что мы с этим донорогом западноевропейским абсолютно не были известны вот так же как Китаврас Могли взять просто изобразительную кальку опять же не могу сказать но интересно было посмотреть византийские тексты там вообще могут они упоминаться физиолог мне не встречалось но списков физиолога средне-бизантийских достаточно да могли еще туда добавить мне не приходилось в литературе встречать чтобы там что-то изменилось и чтобы где-то в Бизантии кроме Псалтии кроме одного демократного салма вообще эта сцена встречалась ну во всяком случае в древности нет ни в текстах ни в изобразительных вариантах да Махет Жадара немножко я бы не он как бы похож да не тоже и опять же вопрос если это был образ уже Махет Жадара собственно образцы Махет Жадара они имеют продолжение да вот собственно через ламскую традицию через транзаловидские печати но это нигде много всяких фантастических творений но вот единорог не появился очень интересная ваша тема наша тема и после того как я увидела Дюрера носорога я немножко посмотрела что можно еще у него найти и нашла иллюстрацию к мифу не знаю вы знаете ли нет похищения на единороге сейчас я вот вам попробую его показать эту вот не знаю видно ли так а это где Броверфину похищают на единороге да 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 вот мне интересно просто откуда он решил что именно вот вот античное похищение происходит на единороге это тоже может быть какой-то был источник знаете единственное что я совсем не специально подерван единственное что мне приходилось на эту тему читать что Дюрер миф известный ему по Авидию он как вообще ему было свойственно ставить в такой средневековый немецкий контекст да и начинает использовать вместо черных коней да которых Авидия упоминает да там у Авидия он хлещет коней посетителей более того он верхом да это лесница он вот использует такой средневековый немецкий образ ничего к сожалению более конкретного я про это не знаю но вот если бы здесь была моя коллега Настя Егорова она бы наверное нам остальнее надо у нее спросить или у Гершат Харман которые занимались а вот Индрик это господин подземного мира да вот я поэтому тоже подумала может быть у него был какой-то ну где-то были я думала что это настолько архаические впечатления которые собственно приобрели визуальную конкретизацию достаточно когда я говорю о важности вот этой характерной традиции это же не только это нам сейчас известно на премьере записи фольклера Хант Иван Силькупов мог быть действительно какой-то характерический класс мы как раз хозяин подземного и это абсолютно обоснованно находили их под землей интересно очень спасибо может быть знаете что мне пришло в голову совсем в порядке бреда что Дюрер к этому моменту уже как-то насмотрелся на итальянские вещи есть бы в Италию многое знал играть через гравюру и может быть вот эти вот шерстяные единороги они связаны с тем что обиде в этом пассаже все время говорит что Парзертина не просто девица она еще ребенок она совсем невинна она там жалеет что она цветы рассыпала совсем не понимает что сейчас будет может быть это вот такое указание на девственность парцелент смотреть Антонин коллеги спасибо вам огромное просто получил удовольствие невероятное вы знаете Анна Владимировна приводила толкование ираном если я не ошибаюсь да на 91 псалом я посмотрела Афанасия Великого и там его толкование вознесется я к единорогу рог моя старость моя в елее мастит и тут речь идет о том что ибо псалмопевица здесь опять упомянула о единороге чтобы единым рогом навести на мысль о едином боге вот насколько все-таки в этом образе единорога как животного отличающегося вот вот это вот объединение единый рог и девственницы и дева Мария насколько здесь борьба с всякого рода представлениями неправильными мягко говоря насколько она могла символически отражаться что это вот троица единство троицы единение троицы было действительно важным для разных авторов художников и так далее знаете если речь идет о средневековой традиции то этот аспект он там в принципе отсутствует скорее ну вот как мне бы казалось я там привозила Василия Великого и надо еще посмотреть что у иронима вознесется какой-то единорог рог это именно момент комментаторский когда они вот эту темную формулу риторики для них в общем такую не свойственную они ее христианизируют а вот так чтобы где-то было в картинках да что-то единорога один рог один бог на небе и на земле и поэтому это Христос нет я не видела скорее вот это упоминание да что так Христос воплотил там тема девственности она главная да она с физиолога идет тогда значит это спаситель а вот по признаку один рог единорога я не видела это трудно визуализировать тогда нужно какого-нибудь многорога вообще есть конечно апокалиптический дверь из моря семью головами и десятью рогами но он ни разу не поставлял к единорогу вдруг где-то есть но мне не приходилось